Слава Богу, братья и сестры, действительно, Бог есть велик, и слава Богу, что мы об этом говорим, и наши уста это произносят, не только цветы, не только природа говорит о величии Божьем, но сегодня милость Божья и для нас, и мы говорим о величии Божьем. Но есть люди, и к стыду нашему, даже из верующих, которые не осознают величия Божьего. Они верят, что есть Бог, они признают, но они говорят, что Ему нет дела ко мне, такому маленькому человеку. И вроде бы говорят, как будто умоляются и унижаются перед Богом, и как будто возвышают так Бога, и говорят, что Он там высоко где-то на небе, и Ему нужно следить за всей вселенной, а я такой где-то там на земле маленький, зачем я Ему сдался? Или даже у Него нет времени для меня. И это говорит, что Бог невелик, потому что у Него нет времени для человека. И человек, думая, что он так унижается перед Богом, на самом деле, он говорит, что Бог невелик. Поэтому, дорогие друзья, сегодня Бог говорит к нам. Бог сегодня нас учит, наставляет, и Он каждого знает, и Дух Святой к каждому говорит, но бывает, что мы не слышим. Мы не слышим, когда говорит нам Дух Святой. И вы знаете, очень много говорилось лет 5-7 назад, я думаю, вы все это помните, что Бог говорил, что буду отнимать готовых и неготовых. И оно так, можно сказать, было как-то так, ну, Бог главное, что будет отнимать. Если даже человек и неготовый, ну, Бог его забрал. И люди подумали, что это так. Но мы прекрасно понимаем, что это не так. Что готовые, они услышат, войди в радость Господина своего. А не готовые, они услышат другое. Поэтому, 5-я глава Матвея, 13-й стишок. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Очень хорошо говорится, что вы – соль земли. И мы понимаем, что соль очень много употребляют люди и для вкуса, и для сохранения каких-то продуктов. Соль сохраняет от разложения. Поэтому здесь говорится, что вы – соль земли. То есть, на нас лежит очень большая ответственность. Здесь не сказано, что вы – соль церкви. А соль земли. То есть, церковь, верующие люди, они сохраняют мир от разложения. И поэтому, где бы мы ни были, мы должны предохранять от разложения мир. И вы скажете, ну где, как это делать? Это делается очень просто. В доме, в своем, самое первое – это то, что мы должны иметь силу. И соль, если ее просто брать, без ничего, она невкусная. И даже чайную ложку невозможно ее скушать. Если сахара можно скушать, то соли нет. Но соль очищает. И даже если раны, то у нас очень много лекарств сейчас. И мы знаем, какие лекарства. Но, когда не было, то и даже на сегодняшний день, если правильно промочить тряпочку и проложить, кране рана очень быстро очищается и заживает. Поэтому для нас говорится о том, что мы – соль. Но если соль потирает силу, то ее говорится, что выбросить на попрание людям. Как это на попрание людям? Почему? Кто выбрасывал соль, чтобы по ней топтались? Но это только снег, когда лед. Тогда кидают, и то это делается, когда она имеет силу. Если она не имеет силу, и вы даже посыпите лед, оно не поможет. А здесь говорится на попрание людям. Почему не скоту? Почему не где-то выкинуть? А вот именно людям. Что люди будут топтать, будут говорить. И на сегодняшний день очень неприятно, очень неприятно, когда весь мир смеется, топчется прямо по христианству. И этим мы даем повод. И даже на ютубе везде выставляются христиане и их жизнь. Их жизнь. И даже церквя. Если говорится, что соль, она должна иметь силу, то эта сила, она должна быть в любви. Потому что мы любим так людей, как нас полюбил Бог. Поэтому все, что мы делаем, мы делаем с любовью. Но когда люди начинают, христиане, начинают судиться, и об этом говорит весь мир, даже судятся церквя, и умешаны братства целые, и люди начинают судиться, то мир, то есть христиане, то мир, люди начинают топтаться по этому, и говорят, это вы такие христиане? Да вот посмотри, посмотри, что там делается. И это очень печально. Очень печально. Но я хочу сказать о том, что было сказано, что буду забирать готовых и не готовых. И если я раньше мог сказать людям, что не бойся, если церковь за тебя молится, если за тебя молятся родственники, ты не погибнешь. то в этом году, на Новый год, Бог мне сказал, что теперь бодрствуй. Больше так не говори, потому что ты будешь ошибаться. молитва не будет больше так, что молитва ни церкви, ни родственников, она не будет иметь силу даже в этом году, потому что уже время прошло молитвы, и время прошло того, что я миловал. теперь буду отнимать готовые или не готовые. И самое первое, что меня побудило, это я умолял легкодуха Сергея восстановиться в церкви. И если я в 20-м году, я ему смело говорил, Серега, в этом году ты не умрешь. Ты не умрешь, потому что мы работаем, церковь работает. Но после Нового года я ему сразу сказал, Серега, срочно восстановись в церкви. Срочно восстановись, потому что многие люди очень играют своим спасением. Они думают, что приняли водное крещение, и они являются членами церкви. И переезжая с места на место, переходя из церкви в церкву, они не вступают в члены церкви. И это очень опасно, потому что когда человек умирает в таком состоянии, он идет на суд. Вы скажете, ты уверен? Уверен. Можете поспорить со мною, я вам покажу, что это настолько серьезно, что Бог поставил церковь, и какая бы эта церковь не была, но у нее статус церкви. И если человек не вступает в члены церкви, и он умирает, он идет на суд. Какой бы он святой не был. Вы скажете, такого быть не может. Я же заключил завет с водным, водное крещение, но вы не заключали. Ни один человек не заключает водное крещение вне церкви. Вне церкви. Все равно они ищут, приходят в церковь, принимают, есть такие мудрые, приняли в какой-то церкви водное крещение, а потом вышли. И вселенской церкви. Я просил каждый раз, когда я говорил с легкодухом, я говорил, Сергей, запомни, он меня спросил, буду я жить? Я ему прямо сказал, ты исчерпал свой лимит. Если в прошлом году я мог тебе сказать, что ты будешь жить, у тебя будет семья, но ты не захотел этого, поэтому я знаю, что ты очистился, тебе нужно восстановиться в членах церкви, чтобы не идти на суд. чтобы быть членом церкви. Я буду жить? Он меня спрашивал. Я сказал, теперь я не уверен, будешь ты жить или нет, поэтому спеши. И там служителя говорили, вступи, вступи, и он не вступил. Это очень печально, очень печально, и и то, что на сегодняшний день почти каждая неделя проходящая, и слухи приходят, ушел человек неготовый. Ушел человек неготовый. Вот даже завтра будет свадьба, и все радуются, а отец ушел неготовый. И путем ушел таким, столько лет ему проповедовалось, столько лет говорилось, и он ушел таким путем, как наш Виктор. Нашли его тоже в таком состоянии. Поэтому Бог показывает особенно тем людям, которые в церкви, которые слышат и пренебрегают Словом Божьим, они даже умереть не могут нормально. Их даже земля не принимает. Мы уже сколько и уже вроде бы сказали, что Виктора дадут похоронить, рассчитывали, что завтра будем хоронить. Опять тишина, опять не отдают. Вы знаете, земля даже не принимает. И это очень опасно, очень опасно. И люди играют своим спасением. Поэтому, братья и сестры, наша задача говорить правду. Я не хочу сегодня льстить и рассказывать вам, что Бог любит, что Бог всех спасает. Кончилось лето благоприятное. Я не боюсь это сказать. Потому, что Бог начинает суд с Дома Божьего. И кто был в милости, она закончилась. поэтому очень опасно. Даже, вы знаете, такие моменты в работе где-то, если раньше я был уверен, я был уверен, что вот помолился утром, и целый день пройдет хорошо. На сегодняшний день Дух Святой просто побуждает среди дня, что нехорошо будет, что будет нехорошо, молись, молись. И когда молишься, видишь, раз, такие моменты, если бы не молился, было бы печальный исход. И даже смотрите, мы молились, мы постились, и поехали миссионеры. Да, Бог сохранил. Хорошо, мы радовались, что бейксейл мы сделали, но ихний транспорт разбитый полностью. Они целые. Аня даже сознание потеряла, потому что ихня машина разбитая полностью. одна, вторая, это уже третье, что вылетел этот блок такой металла, он так сваренный, он вылетел, и уже Коля кинок удержал автобус, это дало по капоту. И это предупреждение, что мы думаем, что была такая благодать, как в двадцатом году. Двадцатого года больше не будет, братья и сестры, и я вас всех предупреждаю, что время вышло, и кто теряет соль, будет брошен, силу, как соль, будет брошен на попрание людям. Поэтому прошу, обратите внимание на свою жизнь и служите Богу, служите Богу. Те люди, которые играются служением Богу, служением с церковью, я вас просто не пугаю, братья и сестры, я не пугаю. Христы, проповедники, все, кто трудится, если вы небрежно делаете дело свое, если вы игнорируете, лимит заканчивается. Это не я говорю, это вы сами увидите, что начнется поражение, и вы будете взывать, потому что так было сказано, что вы будете взывать, а я не буду слышать. Это очень печально, очень печально, поэтому мы должны обратить внимание, что нужно усилить молитву, усилить молитву, и молиться, и утром, и днем, и вечером, и поступать по Слову Божьему, иметь любовь Божью, отвергнуть себя, потому что наше самолюбие, оно не дает, чтобы Бог действовал, чтобы Бог действовал, не дает наше самолюбие, поэтому пусть Бог поможет, чтобы мы были солью, чтобы в нас была сила, чтобы мы не были брошены на попрание людям, пусть Бог помилует каждого, и укрепит, и даст разумение, что время очень лукавое, и время очень опасное, чтобы нам не плакать, и никто из людей, запомните, в чем заключается попрание, когда будет, не дай Бог, будет постигать какая-то скорбь, никто не будет сочувствовать, люди будут прямо говорить, что ты это заслужил, я думаю, что уже вы это слышите, поэтому нужно обратиться к Богу, и от чистого сердца служить, служить Богу, исполнять волю Божью, трудиться тем, что дал Бог, потому что мы думаем, о, это регент сказал, приду, не приду, это служитель сказал, проповедовать, не проповедовать, и мы играемся, но когда что-то случится, Бог также будет поступать с нами, помогу, не помогу, как получится, поэтому пусть Бог помилует, пусть Бог благословит, возможно сегодня оно сказано строго, но факт дело упрямое, вы сами видите, что Бог судится с народом Божьим, что неготовые умирают, да, им проповедуют, рассказывают, Царство Небесное уже ходит с Иисусом Христом, а когда посмотришь на лицо, то не Христос за ним приходил, страх в лице человека застыл, смерть приходила, не Христос, поэтому пусть Бог поможет, чтобы мы не только поступали, но и предохраняли других, чтобы мы могли сказать, обратись к Богу, потому что лето прошло, и Бог уже судится, но еще сегодня Бог говорит к нам, чтобы мы обратились, и просьба, я вас прямо прошу, братья и сестры, усильте молитвы, усильте, молитесь в обед, если вы молились утром и вечером, молитесь в обед, ищите время, чтобы помолиться, потому что очень опасное время, пусть Бог всех благословит, склоним колени, будем молиться. Спасибо.